Не так давно мы делали ролик, где подробно рассказывали вам о новой звезде западного хип-хопа, о которой в России узнали при помощи тиктока. Мы говорим о рэпере и стримере iShowSpeed, который добился огромных успехов в рэп-игре и на Твиче. Если говорить про хип-хопа и шоу спида, то несомненную популярность ему принес жанр Jersey Club, в котором тот записал все свои основные хиты, набравшие десятки, а то и сотни миллионов просмотров. Он даже смог присовокупить этот жанр к одному из самых горячих мировых инфоповодов, чемпионату мира по футболу в Катаре. Но не только iShowSpeed сегодня активно пробует себя в жанре Jersey Club. Дрейк и Лилу Зеверт, например, тоже приобщились к данному стилю. Да и в России, честно говоря, с каждым днем становится все больше и больше представителей этого направления. Этим летом мы уже рассказывали вам про UK Garage. Пришло время поговорить и про Jersey Club. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное – у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! На протяжении 2022 года в хип-хоп и R&B сообществе происходило настоящее пробуждение хаоса. Артисты на Западе в этом году все чаще работали с такими известными именами в мире хаоса, как Эйт Ранада и Калвин Харрис. В дополнение к этому самые громкие хип-хоп артисты пробуют свои силы в хаос-индустрии. В первую очередь это Дрейк со своим релизом Honestly Nevermind. В рамках этой более широкой тенденции слияния хаоса и рэпа, региональный жанр Jersey Club смог выйти на самые вершины индустрии. В конце десятилетия Jersey Club пережил настоящую трансформацию. В то время как инструментальная структура жанра уже устоялась, местные исполнители начали смешивать ее с дрилом Восточного побережья. Использование Jersey Club в качестве бита для треков, а не отдельной танцевальной музыки, позволило жанру стать еще более популярным. Начало массового успеха было положено где-то в 2020 году, вот с этим треком. В начале 2022 года британский рэп-артист Ай Джей Трейси выступил с фристайлом до нью-йоркского радио-шоу On The Raider, где он читал рэп в ритме Jersey Club, смешанного с дрил-звучанием. Этот кроссовер иллюстрирует скорость, которой Jersey Club распространился за границу, ведь обмен музыкальными идеями и стилями между районами Нью-Йорка и Лондона происходит свободно. Фристайл стал настолько популярным в сети, что Трейси в конце концов выпустил его как сингл под названием «Сеул». Дрейк, наверное, самый популярный артист в мире, сейчас выступает своего рода законодателем моды в популярной музыке. К счастью, он, кажется, хорошо разбирается в ней, так что многие непопулярные стили могут в одночасье стать популярными, просто из-за одного или двух треков на новом релизе Обрия. Две песни с пластинки Honestly Nevermind включают звуковые паттерны, неразрывно связанные с Jersey Club'ом. В песне Currents, в целом прошедшая незаметно, звучит скрипучий барабанный звук, характерный для андеграундных вечеринок хаоса. Трек стики используют отличительные паттерны с Jersey Club'а в качестве основной своей инструментальной партии. Когда поклонники жанра впервые услышали эту композицию, они подняли ажиотаж в социальных сетях, благодаря чему Jersey Club стал доступен еще большему количеству слушателей. Попытка Лилу Зеверта попробовать себя в Jersey Club'е под названием Just One A Rock впервые попала в интернет через сниппет в его соцсетях в сентябре 2022 года и почти сразу же стала вирусной. Более 150 тысяч клипов в ТикТоке были сняты с использованием фрагмента сниппета, и команда Узи извлекла выгоду из этой шумихи, заручившись миллионами стримов и просмотров. Для Лилу Зеверта, своего любовью к танцам, Jersey Club' это прям-таки идеальная находка, ведь под обычный трэп так отвязно не потанцуешь. А ритм Jersey Club'а позволяет рэперу в этом жанре раскрыться еще и как танцору. Думаем, под этот звук будет снята еще не одна сотня хип-хоп-трибютов. Поскольку Jersey Club продолжает проникать в мейнстрим и завоевывать поклонников по всему миру, важно, чтобы продюсеры из Нью-Джерси оставались в авангарде. Местные рэперы, такие как Кила Херк Кобейн, Бэн Бэн Рил и МБМ Фрэнко, находятся немного в андеграунде, хотя именно они годами пропагандировали этот звук. Выше мы уже оговорили, что этот жанр пришел в Россию. Трудно было бы себе представить, что такой свежий звук не попробовали бы адаптировать в нашей стране. И сильнее всего на этой Ниве отличился Хиро Инн Уотер. Это артист из Костромы, который сегодня работает штатным звукорем на Melon Music. Изначально Хиро Инн Уотер занимался созданием битов. Его инструменталы вы могли слышать в треках Будды, Майоты и Скали Милана. У тебя не было пули, у тебя были только игральные дротики, мои треки не... При этом артист всегда занимался и сольным творчеством. Выступая как рэпер, он делал трэповые треки, Пробовал себя в хайперпопе, но популярность пришла к нему после экспериментов с Джерси Клабом. Настоящее имя Хиро Инн Уотер – Арсений. И в будущем он обещает делать все больше треков в стиле Джерси Клаб. К слову, он должен появиться на фите на альбоме Соды, который выйдет уже в эту пятницу. Также в эту пятницу выйдет альбом Джарахова и Сквозь Баба, которые тоже попробовали себя в Джерси Клабе. Интересно, что на фите тут Клава Кока. Нереально, все твои мысли о нем, это ненормально, я все еще здесь, но формально, ноль внимания. Выше мы довольно подробно поговорили о представителях Джерси Клаба сегодня. Но надо немного окунуться в историю, чтобы понять, откуда пришла мода на такой звук. Не удивляйтесь, но Джерси Клаб начал зарождаться в ночных клубах Нью-Джерси в 90-х, особенно в городе Нью-Арке, ласково названном кирпичным городком. Первопроходцами были диджей Томейл, диджей Тим Долла, Майк Ви и диджей Блэк Майк. Они составляли шайку кирпичных бандитов, на которую сильно повлияла сцена Балтиморского хаоса 80-х годов. В принципе, Джерси Клаб и Балтимор Клаб очень похожи. Оба основаны на четырех долях и попадают, как правило, в диапазон 130-140 ударов в минуту, из-за чего приходится использовать короткие сэмплы и перемешанные тройные бочки, чтобы создать прыгучий эффект. Диджей Томейл прокомментировал это во время интервью в шестом году. Вот его цитата. Эти стили очень похожи, но разница в том, что в Балтимор Клаб активно используют рог, в то время как мы используем жесткие бочки и хорошенько обрезаем сэмплы. Вот, например, как звучит Балтимор Клаб. Но неужели все так просто? Почти. Где-то с шестого года сцена изменилась в плане того, что она стала моложе в возрастном плане. Вот что сказал диджей Слинк в одном из интервью. В Джерси полно популярных танцевальных групп, так что если они придут на небольшую вечеринку, то начнут какой-то танец. Когда пойдете на следующую вечеринку, все уже будут так же танцевать. И эта вечеринка будет еще больше прежней. Затем снимут видео с этим танцем, и ребята смогут научиться танцевать точно так же. Распространяется ли по интернету музыка, предназначенная для танцев? Без всяких сомнений, элементы клубной музыки Кирпичного Города пробрались в трэп-музыку и другие мейнстримовые EDM-жанры. Это определенно подтверждает долговечность как трэп-музыки, так и Джерси Клаба. В результате их слияния мы получаем совершенно новое звучание, продолжающее эволюцию каждого из этих жанров, оставаясь приятным для уха. А на сегодня у нас все. А как вы оцениваете этот новый жанр? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok